сегодня мы посмотрим на продуктивный дневник честно скажу я сама еще не смотрела что-то внутри поэтому мне самой очень интересно так упаковка крафтовая здесь чек в отдельном кулечке стать хорошая тема и вот сам продуктивный я посмотрю здесь кстати много всяких разных цитат он сделан видео записной книги на резинке и давайте я посмотрю что у меня здесь есть хорошо здесь куда его можно вернуть и дальше идет цитаты какие-то объяснения и его написано что дневник учит а вверх это дневник да мы сразу понимаем что это не планировщик а это именно дневник то есть он работает с какими-то ежедневными вещами и мы всегда помним о том на что что за инструмент мы берем для чего мы хотим его использовать то есть если я хочу работать со своими привычками и работать со своей продуктивности то наверное этот дневник может не подойти но опять-таки подчеркиваю слово дневник означает что это ежедневная работа и вообще-то ведение записи дальше здесь вот есть всякие разные советы то есть фактически это еще какая-то книжка с точки зрения чтобы было что почитать это интересно но получается что ты такой меня тренинг или не так это книжка которая объясняет что-либо вы можете в интернете почитать можете здесь посмотреть здесь раздаются примеры с описанием с инструкции как это все делать я единственное что у меня конечно смущаю что здесь написано еженедельно ежемесячное планирование а инструмент называется дневник но окей ладно хорошо тогда мы идем дальше я вот это все листаю здесь важно вот это мне очень нравится подводить итоги дня у нас тоже есть специальный бланк специально для подведения эффективности своей жизни но мы на вообще-то смотрим на эффективность мы не смотрим на продуктивность но не вопрос так и при этом сама тема мне нравится здесь обязательно что в начале дня стоит подумать а что нужно сделать чтобы получить десятку за сегодняшний день это интересно потом есть неделя полугода победы кстати очень хорошо ну и теперь старт то есть начиная с отсюда у что создается цель на полгода так хорошо здесь речь идет об одной цели хорошо и после этого речь идет о том чтобы составить под эту цель главные задачи месяца второстепенные дополнительные на это похоже на ту систему которая есть у нас в богушбуке но немножко отличается тем что это чуть-чуть похоже на страничке отжая планирование где у нас есть главная задача дня важные задачи дня текущий обратите внимание что главная задача дня одна но главное главное потом есть важные задачи есть текущие задачи и есть еще форс-мажоры которые происходят и потом есть отдельное расписание что же касается расписания списка задач на месяц то в богу жбуки список задач на месяц ведется просто по ключевым направлениям поэтому они они задачи на месяц не делятся как важный главный неважный прочее если сюда записано защит это уже главное это уже нужно делать ноги то есть главные второстепенные дополнительные так книга месяца я что-то не досмотрела такая книга месяца ну ладно может быть это название месяца или может что-то ведется хорошо а наверно делать заметки хорошо теперь идем дальше вот у нас недельное планирование главная задача то есть получается что происходит такая де композиция но здесь смотрите появилась интересная штука обязательства а я поняла то есть получается книга месяца что я хочу прочитать за месяц окей а на неделю я беру какое-то обязательство для себя хорошо а потом у нас идут задачи дня вот у нас главная задача дня второстепенные вот здесь тоже главная задача дня только одна второстепенные дополнительные и какие-то заметки хорошо и потом оценка продуктивности у нас отрешается в с помощью agile страничек сейчас я вам найду чтобы вы могли посмотреть как это делается у меня на следующий день как раз есть день еще не наступил меня уже есть планы и вот смотрите у меня здесь есть главная задача есть задачи которые уже запланированы я знаю что они здесь будут кстати главная задача совсем не обязательно ты должна у тебя быть это она главное значит ей все подчиняется текущие формажуры мне пока не прописаны а вот что касается дневничка то обратите внимание что помимо того что у меня прописаны задачи у меня есть еще возможность я выбираю для себя на чем фокусируясь сегодня я записываю себе действия которые должны быть сделаны если я знаю заранее прямо и записываю я смотрю какие-то штуки по команде хочу ли я чего-то от своей команды в этот день и у меня точно даже есть достижение дня мне нравится я не могу сказать что я прям полна восторге и прям люблю писать достижение дня ну хорошо есть люди которым это нравится так это у нас есть заметки затем заметок очень мало места для заметок получается что это только список задач и здесь нет расписания ну на самом деле здесь почему здесь не расписание потому что вот этот инструмент это дневник это действительно не планировщик действительно не планировщик а вот эта идея о том что в конце недели нужно написать победы не завершённые задачи зоны роста, не какие-то открытия, мне эта идея нравится, я считаю, что это хорошо подводить итоги, тем более, что раз в неделю подводить итоги, это как раз тот срез, который сейчас есть. Здесь, судя по всему, можно делать какие-то картинки или рисовать график, то есть я использовала бы этот лист для того, чтобы рисовать график своих достижений и побед. Так, потом у нас опять идет, здесь у нас идет что-то умное, потом опять идет планирование на день, есть интересная штука здесь, что здесь вверху каждой странички есть какая-то цитата, ну это хорошо, читать цитаты и цитировать умных людей всегда было полезно, мне правда нравится, когда цитируют меня, ну это такое дело, честно говоря, цитаты других людей, они иногда тебя могут на что-то наталкивать, но получается, что здесь есть немного умных каких-то обзоров, каких-то техник, а потом идет просто фиксирование списков задач на день и на неделю обзоров. Окей, то есть это на самом деле ежедневник, и это ежедневник не планировщик, а это именно дневник. Ну, честно говоря, я не знаю, как по мне, то как-то мало на день, вот просто мало на день. Я смотрю и здесь, когда я вижу списки людей, которые моих знакомых, моих выпускников, то я бы, честно говоря, мне бы было очень-очень мало. И кроме того, я не вижу, а где же у нас привычки, потому что по идее нужно было работать с привычками, продуктивные 6 месяцев, что они принесли. То есть вот этот ежедневник, он рассчитан на 6 месяцев. Окей, через полгода можно купить себе следующий и вырабатывать что-нибудь следующее. Но смотрите, друзья мои, здесь надо понимать, из того, что я вижу, это заточенность на одну цель. Если мы будем смотреть, что это одна цель, к которой я иду, то тогда главных задач недели, их на самом деле и дня их не должно быть на самом деле много, потому что все начинается с того, что я изначально заявляю только одну цель, и вот к этой одной цели, вот она, да, вот она цель на полгода, он рассчитан на одну цель. Если в течение этих полугода ты собираешься достигать несколько целей, то тогда тебе нужно будет завести несколько продуктивных дневников. Вот это важно помнить. Одного тебе будет недостаточно. Ну, хотя если у тебя только одна цель, ради бога. Наверное, один дневник тебе в этом поможет. Но расписания нет, и записи особо делать некуда, поэтому все-таки я не стала бы выбирать его для того, чтобы работать. Как по мне, мне, может быть, было бы интереснее разработать какие-то странички дополнительные, которые могли бы что-то со мной делать, которые могли бы мне как-то подсказать. Потому что я здесь подсказок вообще не вижу. То есть есть только одна подсказка, которая называется оценка продуктивности. То есть каждый день я оцениваю свою продуктивность, и это будет заставлять меня что-то пересматривать. Вот это подсказка. За эту подсказку большое спасибо. С точки зрения всего остального, лично мне это бы, наверное, не помогло. Окей. Желаю успеха.